Всем привет, вы на канале Битрайда, с вами я, не типичный спортбайкер Вилли. Итак, сегодня я опять выезжаю, небольшое путешествие, поеду до дочери. Ну это 500 километров в одну сторону, 500 в другую, это дальше чем Прага. Погода выдастся должна очень ужасной, может быть меня застанет какой-нибудь ливень, а может и нет. Может удастся так, что я проеду по сухому, посмотрим. Так что я сейчас собираю вещи, которые я с собой возьму в эту поездку, и часиков в 12 буду выдвигаться, потому что в это время в Берлине вероятность дождя относительно небольшая, поэтому я попробую выехать именно по сухому, и на маршруте вроде тоже должно быть все окей. Ну, все-ка может случиться. Давайте покажу, что я тут запаковал вам, что ли. Ну, это моя балаклава, это мои трусы запасные, это носки, ну это понятно, термос сегодня возьму, обязательно термос, сегодня затестирую в поездке, и взял вот еще таких этих стерео, это таблетки подсластитель, ну там чаек, если что подсластить, кофе я пью без, так что если что. Дождевик это я одену сразу на себя, потому что кто знает, плюс он меня еще будет от ветра защищать дополнительно, даже если дождя не будет, тоже хорошо. Ну и рюкзак у меня пока что наполовину пуст. На этот раз я беру с собой ноутбук, чтобы можно было в отеле, если что, там немножко что-нибудь смонтировать, чтобы не дожидаться в следующей неделе. Перчатки летние я туда положил, поеду вот в этих, в водонепроницаемых перчатках, так что все нормально. Ну вот собственно все, поеду сегодня налегке, потому что я сегодня реально озадачился, заморочился прям вот, чтобы все было максимально легкое и эффективное. Кое-что выложил, кое-что добавил, так что все нормально. Потом может быть сделаю как-нибудь отдельный видос на тему, что я беру с собой в легкое путешествие, так скажем. То есть я для себя разделяю два путешествия, это легкоход, то есть рюкзак и все, больше ничего. И с небольшим баулом, ну это когда уже там с палаточкой, со спальным мешком. Ну в этом сезоне, наверное, уже такого не будет, чтобы там с палаточкой, со спальным мешком. А в следующий сезон, я думаю, это будет часто. Поэтому, если вам интересна тема мотопутешествия, да еще на спортбайке, поэтому подписывайтесь на канал обязательно, да, если вы еще не подписаны. Также, ребята, не забываем подписаться на мой инстаграм-канал, потому что в инстаграм я буду записывать самые свежие, самые актуальные новости из моих путешествий, потому что в видос он выходит всегда с задержкой, правильно? И в видосе я много чего вырезаю. А именно через инстаграм, через сториз вы сможете видеть именно то, что происходит со мной в данный момент. Поэтому, если интересно, обязательно подпишитесь. Вот такие вот дела, ладно, все, буду собираться дальше. Итак, я стартую сейчас в свое очередное путешествие. Пока мотоцикл прогревается, я тут варюсь в этом дождевике. Жесть. Ладно, поехал я, а то очень жарко стоять. Надеюсь, ехать будет не так жарко. Так, остановился я сейчас на заправке. Надо залить полный бак. Так, и поставить этот дембомат на ручку обязательно. Начнем с него. Вот он, отличная вещь, ребята, рекомендую. Конечно, на мало батурников, наверное, будет не очень, потому что там крутить ручку надо очень сильно. А на 600-ке самое то. Вот так, включу. Посмотрим. Теперь заправляемся. Возьмем вот этот супер плюс. Это у нас 98-й актан, 5% этанол. Возьмем вот этот супер плюс. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. 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 не работает это не работает? это не работает спасибо 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 пока его не буду на зарядку ставить там еще он полный чеки там могу собирать чеки мы встаем здесь ну что я могу сказать еду нормально прям хорошо дождя нет шабан вроде сухой поеду дальше шабан 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 так остановился я сейчас чай попить немножко это мой первый привал будет в этой поездке ну затравка не считается я там особо не отдыхал так что сейчас термос заценим мотоцикл грязненький уже немножко ну да ладно так ну еду я нормально в принципе не холодно не жарко сейчас вот еду в ту сторону там как бы светлее становится там он уже темно в общем нормально упакован я на славу даже если дождь пойдет мне пофигу мне комфортно так что сейчас буду чай пить с термоском я скажу вам ребята намного интереснее ехать чем без здесь на свежем воздухе дождика нету вообще шикарно свежо вкусно так остановился отдохнуть опять чай попить перекусить место хорошее сейчас я не вдоль автобана еду вдоль обычной дороги федерального масштаба так что у дата вся фу пауза переклад надо будет штаны от дождевика тоже снять а то дождя уже больше вроде как не видится по радару можно будет переодеться немножко куртку только оставлю как бы не мешает итак заселился я в отель вот сейчас я вам покажу номер стоит он 78 это двойной номер на две персоны ну то есть для меня и моей дочки так что сейчас я вам покажу весь что он из себя представляет ничего так уютненько давайте начнем вот как входим в номер сразу попадаем вот на эту кровать тут тумбочки ну в общем кровать выглядит неплохо шикарненько шторки так все по цветам все так сочетается в общем мне нравится я доволен далее здесь у нас есть стол здесь у нас есть стол здесь можно допустим посидеть с компьютером там вообще просто даже перекусить чего-нибудь далее здесь вот у нас такая ниша в ней у нас шкаф надо посмотреть что там шкафов а то будет как в праге там чего-нибудь интересное они не увижу телевизор который тоже можно смотреть ну и целый посмотрим что там шкафах так ну в шкафах здесь ничего интересного нету в праге я только последний день увидел что там оказывается чайник было и кофе был далее вот у нас туалет душевая кабинка здесь все так довольно таки скромно обычненько ничего такого сверхъестественное принципе мне хватит ну комната в целом нормально мне нравится жить может так что я сейчас переодеваюсь в цивильное иду за дочерью потом из дочери идем в магазин что-нибудь прикупить на завтра овсяночку надо купить на завтра чайник у нас теперь есть он как можете видеть ну и все потому что да как то так в общем меня сегодня переселили в другой номер номер какой ну очень поменьше я бы сказал так принципе что тут есть вот такой шкафчик куда я положил весь свой экип мать цивильная куртка ну тут для обуви принципе вот такой вот маленький стол помещается по сути ноутбук но еще чуть-чуть чайник я из той комнаты перетащил сюда ну и вот такая небольшая кровать кровать мне кажется не очень удобная потому что я люблю чтобы было возможность весить ноги теле который мне нафиг не нужен небольшое окно но вот здесь впечатляет здесь размеры ванной больше чем основное жилое помещение я сейчас был в ванной поэтому у меня небольшой такой бардак это дело я быстро воспользовался потому что у меня дома душ ванна для меня это что-то такое экзотическое поэтому я с удовольствием сразу же залазил ванну так вот ну тут ничего такого особенно все классика и унитаз больше принципе ничего я завтра уже уезжаю обратно берлин да ну не знаю гулять на ночь не будет здесь принципе ловить особо нечего поэтому раздочка сегодня попрощался и поеду домой с первого числа у меня начинается уже там учеба времени будет поменьше но я все равно постараюсь куда-нибудь вырваться чтобы был опять же контент всем доброе утро и так я сейчас проснулся в этом новом номере в котором меня вчера переселили это одноместный номер вот что касается этой кровати я вам скажу она мне что-то не понравилось потому что у меня что-то заболел немножко бок возможно лежал как-то неудобно или матрас неудобный или опять же то что вот здесь вот видите рядом с кроватью непосредственно вплотную окно может быть как-то надува хотя ночью было не холодно 15 градусов тепла вот так так что я сейчас планирую сделать я сейчас планирую сходить ближайший супермаркет и купить может быть что-нибудь дорогу пожевать ну так немножко чтобы если что остановиться просто я планирую останавливаться чаще домой я еду не спеша спешить мне домой нет особого резона приеду часом раньше часом позже мне не принципиально поэтому вот так вот в этот раз я вообще избегал всяких там кафешек ресторанов завтракал я исключительно своими так скажем силами то есть не спускался в отель потому что в отеле стоит завтрак 8 евро на человека а это значит я был здесь два дня с дочкой один день один получается сэкономил 40 евро это солидная сумма если так бензин перевести один бак я заправляю где-то ну в среднем на 15 евро вот и считайте сколько баков бензина можно заправить и проехать километров только с нас экономили нам завтрак я вон купил такую вот овсянку она стоит 40 центов банан что тоже немного стоит купил вот таких орешков все завтрак вот я это делаю кипятком просто заливаю овсянку вот в одноразовую посуду орешки и бананы все а получается очень сытный очень вкусный завтрак на обед я ел вчера пюрешки такие сублимируемые там весь всякому вы видели я уже снимал ну и вот эти колбаски в принципе тоже очень сытно вчера так наелся прям вот там а прямо души наелся поэтому я сейчас уезжать будут часов в 11 отсюда чтобы распогодилось немножко спешить я как говорю мне некуда поэтому сейчас схожу магазин и попью там где-нибудь в кафешке все-таки нормального кофе потому что я соскучился по нормальному кофе я взял с собой сублимированный порошок таких маленьких пакетиках специальных удобных из термоса там разбавлял это все по дороге и вот здесь делал но я я не привык к этому кофе я люблю кофе который вот реально нормальный из нормального из нормальных зерен который заваривается вот этот вкус и когда его пьешь я чувствую как кофеин дает в голову то есть я чувствую вот это а вот от этой сублимировать сублимированной помойки так сказать ну я не чувствую никакого прихода поэтому вы так я не знаю ну а любитель если человек пьет всю жизнь этот кофе ему им нравится ради бога я я просто привык к другому поэтому мне вот за эти несколько дней я считаю не бил кофе мне его не хватает я сейчас поеду и вот с этим в дороге надо что-то делать или какую-то может быть гейзерную кофеварочку маленькую купить чтобы можно было раз раз там как-то на горелке или где-то но это опять же это с палаткой если горелку с собой берешь а в отеле такое не прокатит ну я что-нибудь придумаю на будущее как раз вот эти все поездки которые я сейчас делаю это такие пристрелочные поездки то есть я смотрю что с собой стоит взять что с собой не стоит взять что лишнее чтобы вот можно было взять поэтому вот так вот в этот раз я понял что ноутбук с собой брать бессмысленно потому что у меня все внимание ушло ребенку и мне ну на ноутбука толку никакого только лишний вес тащить на спине не понадобился поэтому в будущем я скорее всего если поеду опять же к дочери то братья его с собой не буду что облегчит мне жизнь в дороге то есть создаст мне больше более комфортные условия езды ну а в целом в целом нормально дни пролетели незаметно на спидометре у меня уже на сегодняшний момент у где-то одну четыре тысячи километров домой приеду будет четыре с половиной как раз но это я считаю пробег за месяц неплохой до четыре с половиной тысячи за месяц в конце сезона страшно представить что будет потом ну ладно будем посмотреть как говорится все может измениться потому что 5 какой-нибудь корона мутированный кризис и опять все закроют нахрен до осени до следующей так я сейчас иду в супермаркет это я нахожусь в леке лек это такой маленький городочек на севере рекомане ну население сколько тысяч человек приблизительно я сейчас как я уже говорил до этого хочу попить нормального кофе погода вообще обалденная хоть на небе и пасмурно но погода температура вообще приятная поэтому даже сейчас принципе ехать можно было но просто на маршруте я посмотрел там будет участок где будет немножко холодно поэтому лучше подождать не торопиться тем более спешить мне как бы некуда вот такие вот тут места я сейчас нахожусь самом центре это типичная улица любого немецкого городка то есть вот центральная они все как классические от однотипные как правило вот подобных городка сейчас попью кофейку схожу в магазин закуплюсь так по мелочи потихоньку пойду в отель собираться вот так вот здесь уютненько наконец-то нормальный кофе так в общем планировал я сначала пирожку купить в дорогу а потом думал ну пирожку я уже ел в принципе на отчет другое взять купил watch это кофе эспрессо и вот такие вот три колбаски в тесте принципе они неплохо утоняют голод за эти три штуки отдал 225 и за кофе 25 пакетиков сколько тоже что-то около двух евро ну я пор как-то покупал такие же колбаски на заправке я отдавал на заправке за одну такую колбаску 250 а тут за 225 ты и таких колбаски разница в ценах обалденная поэтому лучше закупаться вот так вот в магазинах чем где-то на заправках конечно когда деваться некуда и же кушать хочется то купишь ничего страшного но если есть возможность то я считаю это глупость всегда есть нормальные магазины где можно относительно недорого закупиться вот так вот выглядит отель в котором я живу то есть как бы отель-ресторан но вход в отель именно в отель почему-то сделан со двора то есть вход центральный вход это с фасада это значит ресторан а сейчас мы идем через задний двор в сам отель мне очень повезло что есть возможность поставить мотоцикл было именно под навес поэтому все несколько дней он простоял именно под навесом ни разу не намокнув цепь даже ни разу не заржавела поэтому смазывать ее сегодня не буду а по приезду домой естественно я мотоцикл как всегда помою и уже соответственно служу цепь потому что ну как-то так вот красавчик ладно пойду потихоньку собираться время уже девятый час у меня еще есть это два с половиной часа чтобы спокойно собраться и свалить отсюда так сейчас я вам покажу как я завтракаю походных условиях это овсянка мелкого помола так скажем моей мелкой фракции далее сейчас добавлю этих орешков добавил сейчас вот этих орешков где-то одну треть этой пачки вот такой вот питательный вкусный быстрый завтрак у нас получился просто забил кипятком она сейчас постоит это овсянка немножко навухнет и можно будет кушать то есть вот это будет адский огромная порция прям до обеда должно хватить в общем дождевик одел а то что-то погода мне не нравится просто становлюсь на какой-нибудь стоянке нормальной а то вроде как по прогнозам нормально должно было быть а сами видите да чё впереди то вообще попал по ходу дела а а а Продолжение следует... 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 вот в этом доме я когда-то жил жизнь я уже 17 лет здесь не был обалдеть ну так немножко кое-что изменилось ну дом по-прежнему стоит сейчас перекушу здесь немножко отдохну да поеду дальше до берлина а а а 0 а а а а а и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...